За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 115 происшествий. Из них 13 преступлений, 12 которых раскрыты. Привлечено к ответственности 63 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 3 единицы оружия, 265 боеприпасов и 2 гранаты. В округе продолжается программа по денежному вознаграждению за добровольную сдачу оружия, патронов и боеприпасов. В рамках комплексной программы профилактики правонарушений на территории округа и в целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории округа производится выплата вознаграждения гражданам Российской Федерации, а также лицам безгражданства и иностранным гражданам за добровольную сдачу незаконно охранящегося у них оружия. За шесть месяцев текущего года в Центре лицензионно-разрешительной работы гражданами сдано 12 единиц гладкоствольного оружия. Выплачено 24 тысячи рублей. Справки по вопросам выплаты вознаграждения можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы ОМВД по телефону 46960. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Зафиксировано одно ДТП с причинением вреда здоровью. В связи с чем сотрудники отдела ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения. В течение первого полугодия текущего года на территории округа сотрудниками отдела ГИБДД выявлено 33 случая повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Отделом по организации дознания ОМВД России по НАУ в отношении граждан возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. За 6 месяцев текущего года окончено расследование и направлено в суд для рассмотрения и принятия решения по существу 27 уголовных дел. В ходе судебных заседаний трое граждан признаны виновными и им назначены наказания в виде лишения свободы срока на 1 год, 1 год 2 месяца и 3 года 7 месяцев. В отношении 15 граждан судом вынесено решение о назначении наказания в виде обязательных работ от 200 до 300 часов. Также один гражданин привлечен к ответственности в виде административного штрафа в размере 210 тысяч рублей. При управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водитель привлекается к уголовной ответственности. По статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет. Уважаемые граждане, если вам известно сведения о водителях, управляющих транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД по телефону 02-421-26, а также на телефон доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантируется. Полицейские продолжают привлекать граждан к ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции посредством размещения информации в социальной сети «Друг вокруг». В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что гражданин на личном автомобиле доставлял алкоголь и осуществлял незаконную продажу. При осмотре автомобиля сотрудниками полиции изъято 10 литров алкогольной продукции. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по части 3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в Мировой суд для рассмотрения и принятия решения. 19 июля в одном из населенных пунктов округа житель реализовал спиртосодержащую жидкость. С места происшествия изъяты 3 емкости объемом по 5 литров каждая. В настоящее время емкости направлены на исследование. Проводится проверка. Жители округа могут сообщить о фактах незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним из домовладений, автомобилей и других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции в полицию округа по телефону 4-5131-469-60, а также дежурная часть 02. Телефон доверия 4-21-52. Анонимность гарантирована. 18 июля 2016 года в дежурную часть полиции обратился гражданин с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты в сумме 8 тысяч рублей. Как рассказывает заявитель, на его номер мобильного телефона поступило смс-сообщение с указанием неизвестной ссылки для скачивания. Мужчина перешел по указанной ссылке, но загрузить какие-либо файлы не получилось. После чего с его карты произошло списание денежных средств в сумме 8 тысяч рублей. По словам мужчины, каких-либо банковских действий и денежных переводов он не совершал. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства перевода денежных средств. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательны к неизвестным сообщениям. В целях профилактики полицейские советуют установить лицензионную антивирусную программу на свои мобильные устройства и регулярно обновлять в целях безопасности и сохранения своих денежных средств. Получить справку можно за 5 дней. В период с 25 июля по 29 июля текущего года и с 1 по 5 августа при обращении в информационный центр управления МВД России по Ниньевскому автономному округу с целью получения государственной услуги по выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости в электронном виде через единый портал www.gosuslugi.ru сокращается срок предоставления до 5 дней. Справки по телефону 45702-42378 С начала летнего сезона на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. На прошедшей неделе в рамках мероприятия сотрудники отдела ГИБДД выявили 6 административных правонарушений за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющего права управления, за управление транспортным средством при наличии неисправностей, за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения, За несоблюдение требований обязательного страхования.